Привет! День номер 16, у нас тут дождь и мне надо прорваться до гостиной. Я прорвался. Сегодня у нас по плану перемещение на новый остров. Называется он Нусапенида. Вот это я понимаю профессиональный подход. Вот, Алексей, ты что-то знаешь про дождь? А у тебя же дождь не было. У меня, да, надо кстати взять, у нас есть в багажнике. Мы менее профессиональные дождевики, чем ребята. Погода шепчет и мы пытаемся сесть. Вот наше авто. Ну у нас еще раз хочу вам сказать дождливо, но мы счастливы и выдвигаемся в этот дождливый день на остров. Мы добрались до чего-то, сейчас, видимо, мы выпрыгнем. Да, давайте попробуем сделать эти две стороны, вернуть тикет. Только последний раз 300. Ха-ха-ха, да, 300. Нет, давайте сделаем 200. Окей! Старай! 300! Нет, 200! 300! 200! 300! 200! 200, 200! 250. Ну, давайте 250. Ретерн тикет, да, с Эгрит. Эгрит. Дил. Дил! Чуть больше 500 рублей в одну сторону. Плыть нам минут 40 на спидбоуте, вот тут порт. Сейчас я вам все покажу. Вот такой вот спидбоут, вот примерно на такой лодке мы поедем. Но, запомните, на Бали обязательно нужно торговаться. Вот такой вот дождевик. И опять я говорю, они, короче, сразу, запомните, они сразу ломят цену. Типа сколько? 100? Не, 100 не будем брать. 50. О, да, 50 норм. Вот наши билеты. Я не особо понимаю на индонезийском языке, но мне кажется, это вот прям признак того, что нам пора идти. Перон хороший, аккуратный. Подготовленный, я бы сказал. О, да, 50 норм. О, да, 50 норм. Главное при выходе с лодки просто порваться через зацепление таксистов, байкеристов. У нас здесь просто по приезду сразу, короче, появляются люди, которые предлагают байки довезти. Но главное не вестись на эту цену сразу, потому что нужно поторговаться. А они ее утраивают просто, потому что мы на острове, якобы мы ничего не знаем. Вот и место, откуда мы приехали. А вот там вот вдалеке это остров Бали. Носиться с чемоданами нет никакого удовольствия, поэтому нам нужно закинуть их в гостиницу и после этого отправиться на изучение нусапениды. Когда мы ехали сюда, я честно говоря не понимал в какое место нусапениды мы едем. А если вы вобьете в каком-то вообще поисковике Бали, то одна из первых вещей, которая вам высветится, высветится великолепный пейзаж в виде кита. До этого я справедливость ради искренне считал, что красивые обрывы и все остальное это прелести Крыма. Но попав вот в это место, я больше так не считаю. Это безумное силище океана и поднявшись на дроне оказалось, что мы находимся именно тут. Для того, чтобы найти классный кадр, пришлось вот так вот вспомнить детство, залезть на дерево и найти ту фотографию, ту самую. Но это реально очень круто и ради этого стоит жить, и стоит путешествовать ради этого, и стоит преодолевать все это ради этого. Поэтому делайте, 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 и вы добьетесь нужного вам результата. А я пытаюсь не убиться и слезть с этого дерева. Мы выдвинулись. Так, рассказывайте, как ваши ощущения от увиденного. Отлично, красота неописуемая. Следующая остановка – Броукен Бич. Это место называется Броукен Бич, то есть сломанный пляж. Ну а почему оно так называется? Да, это же абсолютно логично. Туда никак не попасть, при этом пляж реально очень крутой и красивый. Продолжение следует... Слушайте, ну летим мы со скоростью пули и выдвигаемся на новую локацию, потому что у нас еще желание есть сегодня поплавать. Последней точкой нашего увлекательнейшего маршрута – это вот такая вот замечательная бухта, которая называется Crystal Bay. По причине, вероятнее всего, голубой водички, белого песочка. А мы погнали плавать, заселяться в отель. И завтра новый день, новое приключение. Я вас с вами прощаюсь. Палец вверх, всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok